Добрый вечер, дорогие друзья! Новости Талина снова в эфире. И проведу этот выпуск я, Вадим Алышкин. Давайте вместе подведем итоги сегодняшнего вторника, каким его увидели журналисты нашей программы. 23 августа отмечается Международный день памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов. В Таллине в этот день по традиции на Марьямяге состоялась мемориальная церемония и возложение венков к мемориалу жертвам коммунизма. На двух длинных стенах нанесены имена более 22 тысяч жителей Эстонии, погибших во время репрессий с 1940 по 1953 годы. Есть здесь и немало русских фамилий, ведь многие жители России, солдаты и офицеры царской и белой армии надеялись найти убежище в нашей стране. И жизнь их трагически закончилась в те тяжелые годы. Сергей Овченков побывал на траурной церемонии. К сожалению, у многих европейских стран есть драматический опыт жизни при тоталитарном режиме. По предложению Европарламента, 23 августа является днем памяти жертв тоталитарных режимов. Государства, в которых проходит основная церемония, ежегодно ратируется. Так называемый пакт Молотова-Риббентропа, подписанный 23 августа 1939 года, ведавшими иностранными делами важнейшими деятелями Германии и Советского Союза, так или иначе сказался на судьбах многих европейцев. На церемонии с речами выступили министр юстиции Леа Данилсон-Ярк, посол Украины в Эстонии Мариана Бетса, председатель правления Эстонского института памяти Мелис Марипу и председатель правления Союза Эйстемементо Арнольд Альесте. Одна из традиций такого упоминания – молебен в память о всех тех, кто стал жертвами репрессий, его провел таллиннский пропст Ян Тамсалю. Напомним, что этот день отмечается во всей Европе, ведь еще в 2009 году Европарламент принял декларацию, поразгласив 23 августа общеевропейским днем памяти жертв тоталитаризма, в надежде, что эти страдания не должны повториться. Сергей Овченков, Йозеп Кинг, Новости Таллина. Прогнозы Министерства финансов всегда вызывают немалый интерес. Ведь, по сути дела, это прогноз материального будущего не только всего государства, но и каждого из нас. Удачная финансовая ситуация в стране является залогом благосостояния жителей. В этот раз интерес особенный. Кризис после пандемии, военный кризис в Европе, энергетический кризис. Как мы выжили с учетом всех этих факторов и что нас ждет в будущем – вопрос, на который сегодня пытались дать ответ в Минфине. И прогноз этот выслушал Михаил Владиславлев. Конец лета и август – это время составления прогнозов. Сейчас ими занимаются все авторитетные, или даже любые авторитетные организации, будь то банки или финансовые институты. Составляет этот прогноз и Министерство финансов. На них ложится вдвойне ответственная задача. Дело в том, что этот документ не просто справка для экспертов или специалистов, а он лежит в основу коалиционных переговоров о проекте бюджета на следующий год. Надо сказать, что похоже, что в этом году делить финансовый пирог будет особенно тяжело. Несмотря на то, что эстонские предприятия справились с проблемами, вызванными санкциями в отношении России и нарушением логистических цепочек лучше, чем предполагалось, перед экономикой стоят новые вызовы. Прежде всего, это стремительный рост цен, сказывающийся как на потреблении, так и на инвестициях. В летнем прогнозе к концу года инфляция равняется 19,5%, в 2023 году 6,7% и лишь в 2024 году упадет до 1%. И это при оптимистической ситуации, которая предполагает, что война в Украине не разрастется, а поставки энергоносителей не прервутся. Конечно, есть на такой случай более мрачный сценарий. Весной неопределенности было гораздо больше. Даже самые грамотные аналитики не могли предсказать, что произойдет во внешней среде. Весной все было настолько неопределенным, что Минфин предсказал падение экономики на 1%. Теперь мы видим, что наша экономика, вопреки кризису, оказалась очень гибкой. И к концу года мы можем прогнозировать позитивный результат, то есть рост в 1%. Это главное отличие между весенним и летним прогнозом. Не все страхи, связанные с экономикой, реализовались. Промышленность приспособилась быстрее. Главная причина астономической инфляции в росте цен на электричество – газ, твердое топливо и отопление. Надо понимать, что инфляция в 1% в 2024 году означает, что рост цен на топливо остановится, но высокая цена сохранится. Частное потребление может сохраниться на прошлогоднем уровне лишь благодаря накоплениям. В 2023 году рост реальной зарплаты возобновится заметно вырастут и пенсии. Средняя на 18,3%. На данный момент главная сложность заключается в том, что сценариев, согласно которым все может пойти либо хуже, либо напротив лучше, таких сценариев очень много. Они очень разные, их влияние на экономику тоже очень разнообразное. Поэтому наш прогноз и риски вокруг него не распределены равномерно. Могут ведь произойти события, которые поведут нас по совершенно иной траектории. С этим надо считаться. Риски, связанные с экономикой и в целом с финансовой системой, сейчас очень велики. Инвестициям будет препятствовать резкое удорожание строительных работ, уменьшится экспорт, поддерживавшийся высоким внешним спросом. Надежда лишь на сектор услуг. Налоговая нагрузка расти не будет в течение предстоящих четырех лет. Теперь наступает черед политиков, которые должны найти средства на уже данные обещания. Непростой задачей станет и повышение зарплаты в открытом секторе. Если до сих пор ее удалось повысить наиболее критическим группам, то теперь ожидания стали всеобщими. Михаил Владиславов, Петер Юлевайн, новости Таллина. Новый министр труда и здравоохранения Пеп Петерсон, который пришел на высокую должность с поста председателя Союза профсоюзов, еще две недели назад заявлял об идее повысить ставку взноса по страхованию от безработицы. Однако Совет Кассы по безработице, который сам министр и возглавляет, проанализировал целый массив и предложил правительству все-таки не менять ставку страхового взноса по безработице в ближайшие четыре года. Илья Бань выяснил, не новое ли назначение повлияло на последнее решение. Пришедший на высокую должность с поста председателя Союза профсоюзов, новый министр труда и здравоохранения Пеп Петерсон сразу же вышел с несколькими идеями. Во-первых, в случае серьезного экономического кризиса и роста безработицы должна быть возможность платить пособия по безработице дольше. Министр указал на опыт прошлого экономического кризиса, когда люди попросту не могли быстро найти себе работу в условиях высокой безработицы. Вторая идея – впервые за семь лет повысить ставку страховых взносов по безработице на 0,2% для работников и на 0,1% для работодателей. После анализа расходов и возможных сокращений от этой идеи было решено отказаться. «Мы все-таки решили, что сейчас это как бы забирать больше не надо. Мы дальше работаем с тематикой, как финансировать с кредитом, если это нужно будет выглядеть как будто более разумный выход из ситуации. И тоже дальше работаем с расходами и искаем места, где нужно еще экономить». Это означает, что ставка страхового взноса по безработице в ближайшие четыре года по-прежнему будет равна 2,4%. Из них 1,6% будет платить работник, а 0,8% – работодатель. Стоит сказать, что в Центральном союзе работодателей идею о повышении взносов сразу восприняли в штыки. Да и в правительстве заверяют, что государство выполнит все свои обязательства, даже если ситуация вдруг резко ухудшится. Правда, работать этому правительству совсем недолго, так что давать обещания можно. «Поль года мы выжим с этими резервами, которые у нас есть. И у нас есть достаточно времени еще менять закон и что угодно, чтобы обеспечить помощь после этих шесть месяцев. Так что и прогноз сейчас такой, что такого очень серьезного кризиса все равно не будет». Напомним, что страхование от безработицы, введенное 20 лет назад, уже не раз явилось спасательным кругом для тех, кто вдруг остался без работы. Самая высокая ставка взноса была в период с 2009 по 2013 год, когда она вместо нынешних 2,4% составляла более 4%. Илья Бань, Роман Васильев, Новости Таллина. Хотя погода летняя и многие еще наслаждаются отпусками, новый учебный год неумолимо надвигается. Да еще и необычный. Правительство жестко готовится к переводу учебных заведений на эстонский язык, что создает в школах нервную обстановку. Но подготовка к учебному году идет полным ходом и к нему готовятся в частности опорные специалисты. У нас в гостях директор Таллинского учебно-консультативного центра, а также организатор летних дней опорных специалистов Милена Погодаева. Милена, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем с цифр. Сколько вам удалось собрать педагогов на этих летних днях и что было в программе? Вы знаете, это были первые дни. Мы подумали, почему бы и нет. Подготовка велась достаточно длительный период, месяца 4. Нам удалось собрать 52 специалиста, педагога. Просто больше не влезло на мызу Пальмса. А желающих было больше? Было больше. Итак, что было в программе? Какие темы вы обсуждали? В программе было много интересного. Мы были там два с половиной дня и один день полностью был посвящен рабочим комнатам, мастерским обсуждениям. Мы дали 15 мастерских, 15 рабочих комнат. Темы были разные. Конечно, во главе угла стояла тема профессионального выгорания, потому что эта тема была заявлена как запрос от людей, которые участвовали в летних днях, как со стороны школьных учителей, так и со стороны опорных специалистов. Также мы поговорили о детях с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. Безусловно, мы затронули тему перехода на эстонский язык и поговорили, а зачем вообще тогда русскоязычный логопед в детском саду? Об этом мы тоже разговаривали. Было много посвящено теме работы с родителями. Как выяснилось, это очень больная тема, и мы продолжим об этом говорить через год. Так что было много интересного. Давайте по порядку, немножечко поподробнее, насколько успеем. Тема профессионального выгорания. Основная тема. Вот как с этой напастью бороться? Желательно сохранить себя. Желательно сохранить свое психологическое равновесие. Желательно сохранить свое душевное здоровье, именно душевное. Желательно сохранить себя как личность в социуме. Это все желательно. Но вы абсолютно правильно сказали. Мы сейчас все в стрессе, нам трудно. И поддержка со стороны коллег, поддержка со стороны единомышленников, поддержка со стороны близких очень важна. Обсуждались вот эти аспекты этой проблемы. То есть работа в команде, она также очень-очень важна? Ну, я как командный игрок считаю, что это единственное, что держит нас на плаву. Работа в команде. Если ты в команде, если ты командный игрок, ты можешь достичь очень многого. Потому что коллективный разум еще никто не отменял. И, на мой взгляд, это самое высшее, что может быть. Именно коллективный разум. Ну, летние дни, они подразумевают и активные игры. В данном случае, наверное, были тематические игры. Одна из таких игр, насколько я знаю, была Кыны Рада. Вот что это? Это была разработка специалистов-логопедов Таллинского учебно-консультативного центра. Игра для логопедов, которую можно использовать в качестве пособия для коррекции речи в разных абсолютно направлениях. И эту игру мы представляли. Точно так же, как мы и представляли еще диагностику речевую для логопедов детских садов. А играли мы тоже замечательно. Но это была логопедическая сказка. Маклохи и Альмивия. Вот это было здорово. Ну, давайте затронем такую важную тему, еще как переход на государственный язык. Что вы думаете по этому поводу? Насколько это рационально делать сейчас? На мой взгляд, это совершенно нерационально, поскольку нет подготовленного количества специалистов. Очень сложно это делать, когда нет четкой, ясной и понятной стратегии. А ее действительно нет. Очень нехорошо, на мой взгляд, когда учителя вынуждены начинать учебный год со стресса. Вместо того, чтобы успокоиться, плавно войти в процесс, мы все сейчас стрессуем, потому что, как сказал министр, будут ходить, будут проверять, будут, возможно, штрафовать, не знаю. Но когда нет единой четкой, понятной стратегии, крайне сложно что-то вообще осуществить на практике. Безусловно, все это надо. Но несколько по-другому. Это мое мнение. Елена, спасибо. Я желаю вам удачи и успеха в новом учебном году. Спасибо. Неделя каникул пролетит быстро и важно, что к детям придут специалисты, вооруженные новыми знаниями и навыками. Пожелаем же им, как и директору Таллиннского учебно-консультативного центра Милене Погодаевой, успешного учебного года и, главное, не выгорания, а возможности зажечь души своих воспитанников любовью к школе и знаниям. Ну а мы переходим к другим темам. 25 августа, в день Балтийского моря, в прибрежной зоне Коплирана, на пляже Штромка состоится талока по уборке, в которой могут принять участие все желающие. В этот день особое внимание обращается на чистоту морского побережья, чтобы опасный мусор не попал в воду. Ведь без того, несмотря на все усилия, наше море считается едва ли не самым загрязненным на планете. В этот день в Эстонии, Финляндии, Швеции и России организуются различные мероприятия, цель которых – побудить людей и организации обратить больше внимания на положение Балтийского моря и предпринять конкретные действия для его улучшения. Ведь не секрет, что Балтийское море считается одним из самых загрязненных в мире. Пищевые отходы вызывают светение фитопланктона, который вытягивает из воды кислород, и в итоге она становится темной и мутной. Мусор и промышленная химия, попадая в море, разрушают его экосистему. Столичное управо Пыхья Таллин решило также присоединиться к данному мероприятию тем, что будет организована уборка территории пляжа Штромка. В этом году День Балтийского моря особенно обращает внимание на качество морского побережья. И поэтому в этот день мы решили провести толоку и очистить часть береговой территории Штромки. Таким образом мы сделаем так, чтобы опасный мусор не попал в воду. Дело в том, что токсичные окурки не разлагаются, и каждый год в Эстонии в природу попадает почти 80 тонн сигаретных фильтров, которые съедают рыбы. Есть еще одно нововведение. Если в прошлые годы мы собирали мусор в один пакет, то теперь мы сортируем его по типу мусора. Необходимый инвентарь управо предоставить на месте. Подобный день – это лишний повод задуматься о том, насколько является хрупкой наша экологическая система, и насколько ответственны мы должны быть, чтобы ее сохранить. В июне нынешнего года в воде на Штромке выявили загрязнение остаточными нефтепродуктами. Тогда районное управо в сотрудничестве со спасателем департаментом и департаментом окружающей среды отреагировали оперативно, и зона загрязнения была ограждена. На этой неделе начинается исследование загрязнения нефтепродуктов, находящегося в грунте под водой на Штромке. На основании исследования будет составлен план по ликвидации загрязнения. Поскольку в Эстонии было мало случаев, когда приходилось проводить исследование грунта на дне водоема и ликвидировать загрязнение, то поиск подрядчика потребовал времени, поскольку такое задание считается сложнее среднего. В результате нескольких конкурсов мы нашли партнера, с чьей помощью можем приступить к исследованию и выяснить точное расположение загрязнения и его объем. Ну а что же касается непосредственно самой Толоки, то она пройдет 25 августа. Сбор состоится в 16 часов на парковке у пересечения улиц Коплерана и Пельгурана, недалеко от ресторана Достоевский. Для того, чтобы принять участие в Толоке, можно зарегистрироваться на страничке управы района Пахиаталин в социальной сети в Facebook. Но если вы просто придете даже на это мероприятие, вас примут с распростертыми объятиями. Остается надеяться, что подобные Толоки все-таки заставят людей задуматься о том, что пляж необходимо держать в чистоте. Сергей Овченков, Роман Васильев, Новости Таллина. Режиссер, артист, теле- и радиожурналист, переводчик, гид по Европе, сотрудник экологических организаций, преподаватель, лауреат многочисленных премий, академик Международной академии радио и телевидения, обладатель знака отличия за заслуги перед Таллином. Все эти разнообразные определения относятся к отмечающему свой весьма солидный юбилей Александру Цукерману. Весьма заметный, причем во всех смыслах, фигурой на нашем культурном небосклоне. О бурном и очень разнообразном творческом пути юбиляра в репортаже Лины Туровской. Многим зрителям знакомы кадры из передачи «Субботея», которые вы видите на экране. А вот ее ведущий Александр Цукерман. Когда Александру Цукерману было 6 лет, родители повели его в театр в городе Луганске, где он родился. И придя домой, он тут же сообщил родителям, что станет артистом. Потом театральный институт, русский театр, 40 сыгранных ролей, 15 поставленных спектаклей. Что бы мне хотелось особенно отметить, он очень серьезно, очень глубоко переживает все катаклизмы мира. Как будто это его личная трагедия. И вот такая включенность меня всегда в нем удивляла. А с другой стороны, есть люди, которые любят человечество, но совершенно безразличны к судьбе отдельно взятых людей. Но он в данном случае сочетает все это вместе. Наверное, такой склад характера повлиял на дальнейшую жизнь и карьеру. Началась перестройка и, как ни удивительно, после окончания режиссерской аспирантуры в Москве у Марка Захарова. В театр он не вернулся. Сначала радио «Таллинн», потом радио «Сто», где было множество разных программ. От утренней в 6 утра до ночной джазовой. Мы встретились обычно в связи с нашим фестивалем «Яцкар». Но, конечно же, я смотрела с интересом передачи «Субботея». И очень наслаждался, как остроумный человек, как он умеет спрашивать, как журналист. Очень умные такие, иногда немножко сатирические вопросы. И что мне очень нравится, он всегда позитивный. Потом новый поворот судьбы – телевидение, совместное с Михаилом Владиславливым, программа «Субботея». Мы были на 8 конкурсах Евровидения. Мы были в гостях у Леха Валенции, Дарда Шеварнадзе. Мы были у Марины Влади, у Софи Кочи Урели. Мы были у самых замечательных людей. Мы сделали на протяжении уже нескольких десятков лет много передач. Были ситуации, в которых я проклинал свою судьбу в связи с конкретной обстановкой. Когда в феврале месяца меня ставили в сугроб около лошадей Пжевальского, а там открытое место, февраль месяц. И говорили, останься так, мы забыли кассету в машине. Приходил господин Цухерман, и я становился радостный и светлый. И все получалось. И еще одна любовь – новости. Тут и работа на немецкой волне и новости Эстонии, через которые прошли многие известные в стране журналисты, да и политики. Теперь новости Таллина. Он представляет поколение высокопрофессиональных журналистов, с одной стороны. А с другой стороны, он настолько энтузиаст, он настолько энергичный, харизматичный, интересный, эрудированный, начитанный человек, что работать в таком составе было просто сплошным удовольствием. Потрясающее умение увидеть в человеке его способности и создать условия, чтобы эти способности раскрылись, это потрясающе. Что же до Суббатеи, то она была в эфире 20 лет и вошла в книгу «101 лучшая передача в истории Эстонии». Ленитровская, Роман Васильев, Петр Илливайн, новости Таллина. Уже в этот четверг в Таллине стартуют Дни моря. Столичные порты посетят много разных судов. И культурная программа обещает быть впечатляющей. Можно даже сказать, не программа, а программы. Ведь Дни моря пройдут в четырех столичных портах, когда в течение четырех дней всех гостей праздника будет ждать насыщенная и интересная программа для всей семьи. И, конечно же, можно будет вкусно поесть и даже отправиться в морское путешествие. Подробнее о предстоящем событии в нашем следующем сюжете. Фестиваль «Таллинские дни моря» стал не только одним из любимых летних семейных праздников, но и визитной карточкой Таллина. Что вполне логично, ведь среди прочих достоинств наша столица является морским городом. За последние несколько лет появилось больше возможностей для того, чтобы и горожане, и гости столицы смогли наслаждаться прогулками вдоль залива. И, конечно же, мероприятия, посвященные морю. Самым крупным из которых стал фестиваль «Дни моря» в Таллине. В этом году он будет проходить в течение четырех дней и сразу в нескольких морских гаванях. Наверное, самой посещаемой станет территория Летной гавани и Ноблеснера. Программа очень насыщенная. Помимо концертов, вкусной еды и других развлечений, хочется отметить то, что больше всего привлекает и взрослых, и детей на этом празднике. Кроме Суртылы здесь будут корабли, гости, которые в нашей гавани будут стоять. Будет стоять военный корабль «Сакала», будет стоять буксир настоящий морской из порта Муга. Будут парусники, будут катера. Кстати, на парусе и катерах можно будет выйти в залив. Из новых развлечений по Таллинской бухте можно будет прокатиться на одном из самых быстрых в Эстонии судов, то есть на аэроглиссере. Максимальная скорость около 90 км в час. В субботу, когда на закате повсюду на берегу Балтийского моря зажгутся древние огни, в Летной гавани запылает старинный маяк. Випфир, он называется, если точно в терминологии, это предшественник маяков, которые уже впоследствии строились из камня и дерева, а вначале это были вот такие сооружения деревянные, где их опускали вот эту стрелу, скажем так, разводили огонь и тогда поднимали. Символическим завершением дней моря станет морской парад в воскресенье 28 августа, к участию в котором приглашаются все суда. С подробной программой Дней моря можно ознакомиться на сайте talinnamaripaiva.ie. И еще раз повторим, что Дни моря начнутся в этой четверг и продлятся целых 4 дня. Поэтому каждый сможет найти время, чтобы посетить этот замечательный морской праздник. Вадим Малышкин, Роман Васильев, новости Таллина. И, конечно, все мы с надеждой смотрим на погоду. Ведь все, будь то толока на штромки или морские дни, хорошо бы проводить при хорошей погоде. Посмотрим, что об этом скажут метеорологи. Субтитры предстоящей ночью ожидается небольшая переменная облачность, возможен дождь и гроза. Ветер переменных направлений 2,7 метра в секунду, температура воздуха от 17 до 19 градусов тепла. Завтра днем будет переменная облачность, проливной дождь и гроза. Ветер переменных направлений 2,7 метра в секунду, при грозе порывистый, температура воздуха от 25 до 27 градусов тепла. В ночь на четверг малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер в основном северных направлений 4,7 м в секунду, температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В четверг днем солнечный ветер северо-восточный 4,7 м в секунду, температура воздуха плюс 22, плюс 24. В пятницу ночью в основном ожидается ясная погода. Ветер восточных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха 10-12 градусов тепла. В пятницу днем переменная облачность осадков не ожидается. Ветер восточный и северо-восточный 4,9, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 25 градусов тепла. Всего вам доброго и не забудьте включить телевизор в предстоящую среду, чтобы посмотреть выпуск новостей Таллина.